Вопросы, которые рассматриваются под 802 хадисом. Хукму бэй аль-асыр вал-инаб от-тамар лиманет тахизу хамран. Каково постановление продавать соки или виноград или финик тому, который собирается сделать из этих вещей хамар, то есть вино? Кафир минахдал-илм а ваксарухум аля тахрим и залика. Говорит, большинство ученых, или многие ученых, или большинство их, считают это запретным. Если человек убежден, что покупатель покупает у него этот товар специально для того, чтобы сделать вино. И в довод привели слова Всевышнего Аллаха. И не помогайте друг другу в грехе и вражде. И имам Шафии явно заявил, что это макрух. То есть, возможно, имам Шафии имел в виду, что это макрух. Запретно, потому что слова первых ученых, слово макрух означает харам. Говорит, а у шафиитов есть два мнения в этом вопросе, если человек уверен, что его покупатель действительно будет делать из этого продукта вино. Некоторые сказали, что это очень нежелательно. А некоторые сказали, что этот вид сделки запрещен. Это первое мнение в вопросе о том, что такая сделка запрещена. И некоторые под запретом говорили, или при запрете говорили, что этот запрет, то есть макрух, сильный, сильная нежелательность. Первое мнение в вопросе. Второе мнение в вопросе, которого придерживался Аль-Хасан Аль-Басри, а также Ата, а также Суфьян Аль-Саури и Аджуз Аль-Бея. То, что такая сделка является действительной и разрешенной. Потому что Всевышний сказал, и Всевышний разрешил торговлю, потому что он продает вещь разрешенную, то есть разрешено продавать виники, разрешено продавать соки или виноград. А грех будет тому, кто сделал из этих вещей уже вино и совершил грех. Третье мнение в этом вопросе, это один из реваятов от имама Ахмада, то что эта сделка является запретной, если человек убежден в том, что его покупатель сделает из этого вино, а также если он наверняка думает, что покупатель сделает из этого продукта вино. И это третье мнение выбрал также Шейх Ибн Усаймин, и это мнение третье является верным, потому что Всевышний сказал, не помогайте друг другу в грехе и вражде. Чем отличается третье мнение от первого? Первое мнение говорит, тебе запрещено продавать вот эти перечисленные товары, если ты убежден, что твой покупатель будет делать из него вино. А третье мнение говорит, если ты убежден, или даже если ты не убежден, но наверняка предполагаешь, что он сделает из этого вино, даже в этом случае продажа его становится запретным. И это третье мнение является более правильным. Почему? Потому что Шариат во многих вопросах задействует Галабатулзан, то есть мысль наверняка в постановлениях, и рассматривает его как существенный фактор, влияющий на окончательное постановление. Усвоили или нет? Значит в этом вопросе сколько мнений получилось? Можно ли продавать виноград или финик или соки тому, кто будет делать из этого продукта твоего вино? Сказали в этом вопросе три мнения. Первое, если ты убежден, что он будет делать вино, тогда запрещено продавать ему эти продукты. Второе, разрешено в любом случае. Знаешь ты, не знаешь, убежден, не убежден, потому что ты продаешь разрешенный товар, а этот человек возьмет себе грех, так как именно он превратил его в запретное. И третье мнение, что это запрещено не только если ты убежден, что человек сделает из этого товара вино, но даже если предполагаешь наверняка. Но мне это третье мнение является верным. Танбих говорит примечание Говорит, постановление, о котором мы сказали ранее, заключается или выводится так же и в других вопросах, в которых есть цель или в которых есть достижение цели запретной. Как например те, которые продают оружие для смутьянов, то есть для тех, которые выходят против правителей или совершают революцию, или возникает из-за них гражданская война, или что-либо подобное. Так же говорит, как запрещено продавать домашнего осла тому, кто будет поедать его в пищу. То есть известно, что домашнего осла нельзя поедать в пищу, в отличие от дикого осла. Дикого осла можно кушать, домашнего осла кушать нельзя. Так вот, если ты продаешь домашнего осла и знаешь, что твой покупатель будет использовать мясо этого осла для поедания в пищу, то есть зарежет его и будет кушать его мясо, нельзя тебе его, ему этого осла продавать. И говорит то же самое, продавать, допустим, мусаджиль, то есть звуковые устройства для тех, от которых ты знаешь, что они будут слушать посредством них музыку, или музыкальные инструменты и тому подобное. И, допустим, туда же входит тельфаз, то есть телевизор. Можно ли продавать телевизор? Мы говорим, телевизор запрещен абсолютно. Почему? Потому что телевизор не бывает, кроме как с изображением. То есть не бывает такого, что приходит телевизор и в нем нет изображения. То есть в любом случае на любом канале и тому подобное есть изображение. Кроме как если очень редко, может быть, какие-то из тысячи или сотни, или из двухсот, двух сотен каналов, может быть, один канал, который показывает что-то без изображений живых существ. Даже если так, даже на этих каналах чаще всего бывает музыка и тому подобные запретные вещи. Ясно или нет? И, как известно, шариат не обращает свое постановление на что? Не обращает свое постановление на редкие вещи, которые редко встречаются в бытие. Но свое постановление подвешивает под то, что происходит часто. Поэтому обладатели знаний говорят, что телевизор запрещено продавать в любом случае. Потому что он не бывает отдельно от изображений живых существ. А это запрещено. И чаще всего не бывает отдельно от музыки. Это также запрещено. В отличие, допустим, от компьютеров. Компьютеры можно продавать или нет? Основа, что компьютеры разрешаются продавать. Потому что человек, используя компьютер, может уберечься от музыки и от изображений живых существ. Понятно или нет? Две разные вещи в этом смысле. Но если ты знаешь, что человек покупает компьютер для того, чтобы рассматривать на нем изображения живых существ, или слушать музыку и так далее, и тому подобное, тогда ему запрещать, ему продавать, точнее, этот товар является запретным. Понятно или нет? Значит, общее постановление из этого вопроса вытекает. То, что какой бы ты товар не продавал, и этот товар сам по себе, даже если он является разрешенным, но будет использоваться в запретном, и ты знаешь об этом, или предполагаешь наверняка, то тебе запрещается продавать этот товар этому человеку. Это иншалла усвоили. Далее. Субтитры создавал DimaTorzok